За последние 10 лет искусство новых медиа является основным визуальным языком, который есть в нашей современности. Санкт-Петербургский университет промышленных технологий и дизайна не остается в стороне, вынося посильный вклад в развитие цифровой действительности. В новой лаборатории промтехдизайна открылась мультимедийная выставка «Экспансия реальности». Давайте посмотрим, что же здесь представлено. Настя, скажи, почему название выставки «Экспансия реальности»? Как пришла эта мысль? Потому что мне хотелось подобрать проекты, которые именно показывают, как может объединяться физический мир с виртуальным. И поэтому «Экспансия» — это как некое расширение реальности, расширение восприятия нашей привычной действительности. Алексей Вячеславович, как вам новое пространство? Как вы думаете, будут ли себя здесь комфортно чувствовать студенты? И главное, чем они тут будут заниматься? Ну, мне кажется, что студенты будут в любом случае ощущать себя очень необычно. И такое впечатление, вот, по своим ощущениям скажу, что мы как будто заглянули на некоторое количество лет вперед, когда вот понимаемые нынче исключительно с образно пандемией QR-коды нас будут окружать повсюду, и это будет как возможность вот оказаться в совершенно другой реальности. Не могу не спросить, как вам сегодняшняя выставка и какая инсталляция вам запомнилась, может быть, больше всего? Ну, выставка грандиозной инсталляции, если разбираться, то, ну, поскольку это была первая для меня открывающая, нет, открывающая самовую выставку, то, может быть, душа художника, а, ну, все как минимум интересны. Важно, чтобы мы различали и техники, и высказывания художников, которых мы вовлекаем, ну, вот, в наш такую общую жизнь. Часто ли ваш фонд поддерживает такие выставки, вот как сегодня экспансия реальности? Вот именно в виртуальной реальности не так часто, но в целом, конечно, мы поддерживаем проекты, связанные с развитием дизайна в Санкт-Петербурге. Это и конкурс Санкт-Петербург Кианг Дизайн, и создание музеев учебных на территории университета, посвященных дизайну, и проекты, которые показывают или дают возможность выйти за пределы стен, то есть на улице города, в открытое пространство, то есть то, что дает возможность прикоснуться к искусству не в традиционном месте, к которому привыкли, а в чем-то новом, как мы ее называем, в новой культурной географии. Как появилась идея открыть данную лабораторию? Где она появилась? С кем обсуждали? Вот все эти подробности очень интересны. Ну, здесь надо сказать правду, она появилась не идея, появился запрос у большого количества студентов и у наших коллег, которые работают в университете, запрос на то, чтобы работать с большим количеством технологий, которые, на самом деле, очень быстро, динамично развиваются, и вузам очень сложно, на самом деле, за ними поспевать. И поэтому это была действительно не идея, а наше решение влиться в это движение и быть на фронтире тех самых разработок, которые могут вестись в сфере цифрового дизайна, потому что кому, если не нашему университету, занимать эту позицию. Максим, скажите, какие глобальные амбициозные проекты запланированы для проведения в лаборатории? Здесь ожидается большое количество хакатонов и различных мероприятий формата интенсивных разработок, как раз-таки, которые будут опережать или следовать тем трендам, которые есть. Например, сейчас у нас уже функционирует первая в России магистратура по Fashion Tech, и как раз-таки студенты этой магистратуры будут первой командой, которая зайдет в эту лабораторию, которая начнет вести здесь свои разработки и исследования. Ну и, естественно, мы будем это поддерживать. Задача лаборатории приводить сюда новых технологических партнеров, которые будут вести за собой ту или иную технологию, то или иное программное обеспечение или тот или иной набор специального оборудования, с которым мы будем знакомить как преподавателей, так и студентов, и которые будут включаться уже в дальнейший процесс разработок именно с теми технологиями, которые придут с партнерами. Это очень важное отличие лаборатории, то есть она как раз-таки строится по принципу незакрытого пространства университетского, как аудитория, а это именно то пространство, которое коммуницирует и с городом, и с отраслями, и с промышленностью, и с различными партнерами. Надеюсь, в том числе и с партнерами из-за границы. Возможно, и вузы подкручатся к нам другие, или мы к ним подкручимся. Тут уже будем смотреть, как будет получаться. Полина, расскажи, пожалуйста, какие проекты запланированы в лаборатории в ближайшее время? Ну, мы будем заниматься не только искусством, но еще модой, вообще промышленным дизайном, вообще дизайном в любом его проявлении. Мы здесь будем оцифровывать музейные экспонаты, мы здесь будем создавать диджитал-одежду, что же еще? Да много всего. Все, что касается диджитал-технологий и искусства, дизайна, моды, в общем, всей красоты. Продолжение следует...